Всем привет! С вами Супер! Как видите, здесь очень большой пакет супермаркет посылок от Каспочты. Значит, пришло несколько посылок, точнее три штуки, и как раз вам покажу, что пришло мне. Для начала, наверное, мне надо взять скальпель, вот, чтобы открывать посылки было легче. Вот. Первая посылка, наверное, будет вот такая, то есть уже запечатанная. Я вам скажу, она называется вот как-то вот так, стоит 1 доллар, вес, вот, называется Total Gross V-Link Kilogram. Не знаю, о чем. Ладно, у меня есть для этого специальный традиционный скальпель, который я открываю посылки уже не знаю, какой раз. Вау! Пришло то, что я хотел очень давно. Это тактические, значит, тактические перчатки, если я не ошибаюсь. Вот, давайте я их открою вам и покажу. Очень прикольные, они такие черные. Я их купил для велосипеда, чтобы когда кататься было более, и руки не терлись. Вот. Вот такие перчаточки. Пахнут резины вот с этой стороны. Это очень круто. Здесь вот такие, не знаю для чего, прилеплены этим. Ну, не знаю, качество мне нравится. Он такой тоненький, но очень прочный. Кстати, я размер ровно отгадал. Там L-ка какая-то или такая. Ну, сейчас на руку раз. И, в принципе, кататься на велике можно. Ух, как прорезинено, ребят. Вообще, об мою руку не трется вообще. Ух, тут такие пупырчики какие-то такие резиновные. Вот. И здесь вот такие веревочки. Не знаю для чего, наверное, чтобы, не знаю, пальцы не отвалились. Вот. И вторая такая же перчатка, велоперчатка, как было написано. Не знаю, может быть, меня обманули. Надо было, кстати, маленький размер брать. Это что-то слишком большое, но подходит, в крайнем случае. Вот. Видите? Конечно, на максимуме держится. Ну и что? Все. Будем сейчас распаковывать вот такими перчатками. Tactical Series 511+. Возьмем вторую посылочку. Так, вот. Вот такая посылочка. Наверное, нет смысла читать, но могу, в принципе, вам показать что-то. Фли... Фитинг, фитинг. Вот. Фитинг. Не знаю, ну, зачем. Сейчас вы увидите сами, в принципе, что там есть. Надеюсь, я ничего не повредил. Опа. Да. Ну, это, наверное, на потом. Это такая, значит, говорится, фитилька для вейднейшна. То есть, для вейпинга. Вот. Я этим же, в принципе, занялся. И у меня прошлая посылка, которую я, в принципе, не хотел записывать. Это была Титаниум 28G. Трехмиллиметровая. Значит, спиралька такая специальная. Но я ее не мог. На Егошке она не подходит, как оказалось. И я, наверное, буду другую заказывать. Питиметровую. Это метровая не очень. Она, в принципе, пойдет, наверное, на продажу. Вот. Две такие посылочки для обычной Егошки. Вот. Дальше. Третья посылка. Вот. Сейчас я вам покажу. Стоит она. Оценивается как 19 центов. Что-то как-то очень дешево. Но, в принципе, нормально. Кстати, мне что-то вот эта перчатка очень нравится. Она такая более-менее качественная. Тут только некая чуть-чуть... Ну, средняя качественная, не сказала бы. Суперкрутое. Но все же чуть-чуть пахнет резина. И здесь, видите, веревочка. А так претензий вообще нет. Вот. Да. Все. Открываем третью посылку. Кстати, упакована очень круто. Здесь какая-то пупырка. Может, такая сама посылка. Я не знаю. Опа. Да. Реально пупырка. Вообще, продавцу молодец вообще продавец. А, это мой фонарик. Да, я заказал фонарик. Вот такой. Вот. Он какой-то пыльный, чуть-чуть затертый. Он, в принципе, должен работать. Сейчас откручу. Вот сюда обычная батареечка ставится. Чуть-чуть какой-то потрепанный. Металл как... Ну, металл. Не знаю. С каким-то, наверное, добавлением. Вот. Тоже какая-то наклеечка. Не знаю, для чего они это делают. И все, в принципе. Посылка больше ничего нет. Я думаю, какой-то подарочки будут ложить. Как давным-давно было. По традиции, что китайцы там какие-то, когда я вкусняшки заказывала, там что-то добавляли, там наклейки. Сейчас что-то такое вообще никогда не делают. Не знаю, почему. Либо продавцы стали наг... Нет. Либо покупатели стали наглыми, что они открывают спор. Либо то, что продавцам уже устали. Либо продавцы просто уже... Смыслу это не надо делать. Зачем им подарочки? В принципе, если посылка придет, то, наоборот, покупателю будет лучше. Вот. Целность и сохранность. Вот. Лучше они бы упаковывали бы очень качественно, например, вот такой пупырки. Вот. А не просто вот в таком пикетике, где ничего нету. Ну, в принципе, для пикетики это не надо. Вот. Ну, примерно такая же сучья была с титаниумом вот этом. Но она, как видите, пластик ничего не поломалась. Да и металл не может, в принципе, порваться либо сломаться. И к печаткам тоже претензий нету. Их упаковывать, в принципе, не надо. Они не так тканевные, как они там порвутся. Сейчас проверим фонарик. Чуть-чуть какая-то зацарапанная, не знаем почему. Да, светится очень ярко. Ну, я не знаю, очень хороший фонарик. До этого я с Китая с сайта Тинудиал заказывал один фонарик. Сейчас я вам покажу. Но он, понимаете, не работает. Из-за этого я вот такой фонарик купил. Ну, это более или менее тактические различные публишки, не знаю для чего. А у этого буквально ничего нету. Он более качественный, чем вот этот металл. Более толстый. Вот здесь ощущается танкота, а тут более толще. Вот, если сравнивать фонарики. Ну, конечно, это самый дешевый фонарик, простенький. Вот. А ну, этот у меня проблема в том, что он сломался. Сейчас я вам покажу. Батарейку аккумулятивную поставлю, но что, разницы нету. Этот фонарик уже полумёртвый. Надо его как-то либо чинить, скрывать как-нибудь. В интернете надо посмотреть, как это всё делается. Вот. Да ну, он что, заработал опять? Во-во-во-во. Вот это проблема. Он, то есть, как-то мерцает, мигает. Не знаю почему. Вот. А у этого, надеюсь, такая же проблема не будет. Просто этот мой фонарик упал несколько раз. То есть, с велосипеда. Где-то 3-4 раза упал. И ещё, когда я домой его так нёс, он с рук соскользился и упал. Вот. И что-то здесь точно треснуло, потому что, когда я его иногда так подбивал, вот так, он обратно нормально мигал. То есть, сейчас вот нормально, и потом... Вот, мерцаетесь, если вы не видите, давайте прям в камеру. Это не знаю почему. Хоть и обычную батарею ставишь, либо аккумулятивную. Здесь я тебя не буду тупить. Не буду ставить аккумулятивную на 2400 или сколько там. Я уже не помню. Миллиампер часов. То есть, мощную батареечку не надо ставить. Вот такую. На 2500. На, ну, обычную такую, буквально. Виктория там. Слабенькие батареечки такие. Вот. Такие варта, которые... Вот. Конечно, они дорогие у нас. С Китаем лучше, проще заказывать. Но они что-то не подходят. То есть, вот эти батарейки аккумулятивные, я не знаю, куда использовать. Они потому что 3,7 Ватт. Они не как стандартные. 1,5. Вот. Ну, фонарик светит. Все хорошо. Вы видите все. Лего фигурки, наборы. Этот набор, который я не могу еще до сих пор снять. Но потом будет видео. Вот. Ну, этот фонарик пойдет на мой велосипед. Надеюсь, все прослужит долго, чем вот этот. Вот. Ну, этот был более качественный, как я говорю. Просто внутри микросхемы были некачественные. Поэтому, наверное, минус в том, что у него корпус плохой. И, не знаю, микросхемы за такую сумму, наверное, там микросхемы вообще нету. Просто два контакта подключены к светодиоду вот этому одному. Я скажу, что их светодиоды очень одинаковые. Мне кажется, они идентичны. Смотрите. Ну, да. Такие же прям. Ну, у этого какой-то такой поменьше. У этого побольше. Именно светодиод. А отражается от этой фольги специальной или пластика. Ладно. Вот такой был обзор. Вот. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. Все. Всем удачи. Всем пока-пока.